Я такая была, чего-то где-то некомфортно, чего-то как-то стыдно вроде, неудобно, лень. Всем привет, добро пожаловать вновь на мой канал. Недавно я решила сделать подарок для своей мамы. Моей маме за 60, будем называть это 60+, и моя мама в отличие от меня не уточняет сколько ей точно лет, даже для нас. Ну, конечно, год рождения, я ее знаю. Тем не менее, мы решили сделать лучше ее кожу и вообще в целом лицо. И я сделала такой подарок, то есть мы недавно съездили к пластическому хирургу. Окей, об этом, обо всем я решила рассказать вам в следующем интереснейшем видео. Мы заблудились, наконец-то! Класс! Кофе с круассанами нет, придется перекупить маму. А ты бы хотела себе сделать вот такие куботки? Да, конечно, ты что? Я такую не уважаю натуральную. Ладно, тогда я делать не буду, а то мама меня уважать перестанет. Конечно. А то я думала, сначала ты потренируешься, а потом я. Любимка. Ну, как ты думаешь, если я сделаю вот такие вот, как мама говорит, пельмени? Что, вы смеетесь, что ли? Мы смеемся. Кто за варенники? Иди уже есть. Ждем поддержку. Мы провели все эти процедуры, и я вдруг задумалась, что у нас сейчас такой повышенный культ молодости. У нас сегодня все и вся стараются вот просто до последних дней казаться любыми путями молодым. Или там сохранить молодость, вернее здоровье молодым. Либо внешние данные какие-то, кожу, там, в общем, все-все-все у нас сегодня о молодости. И вообще как-то на фоне всего этого культа внешней молодости мы почему-то стали забывать о каких-то внутренних ценностях наших. О духовных, о сердечных ценностях, об умственных ценностях. Об этом сегодня вообще мало кто говорит. И это почему-то так мало кому стало интересным. И, в общем, я думала, думала, и я стала понимать, почему мне такие мысли стали приходить в голову. Ну, в целом, вообще я до 30 лет не особо задумывалась о культе молодости. Ну, потому что, в принципе, я и без того была молодой. Хотя почему-то вот какой-то странный парадокс. На тот момент я казалась старше, чем я сейчас в 36 лет. Я уточняю, какой у меня возраст. И я, да, действительно стала выглядеть почему-то моложе, чем тогда. Не учитывая сегодняшний мейкап. В последнее время я перед вами очень часто появляюсь без макияжа, без укладок. И все это сыграло такую роль, а я стала как бы, ну, вот моложе, что ли, проще. То есть нет вот этой вот напыщенности, бутафории. И, соответственно, девушка действительно начинает казаться годами чуть юнее, нежели с макияжем и с прической. Да, с мейкапом и с укладкой мы всегда чуть старше. После 30 я стала жить как-то, знаете ли, интереснее, чем я жила до 30. Я стала жить спокойнее, сбалансированнее, увереннее. И на самом деле зрелость, она приходит, оказывается, где-то с 30 лет до 60. То есть это такой период средней зрелости. Сначала мы юные, потом вот эта зрелость, она действительно раскрывает личность. Она раскрывает нас. И главное это прочувствовать. Главное здесь сделать важные выводы, не упустить результат. И идти с этим результатом, чтобы потом, после 60, не было грустно и печально, что жизнь, в общем-то, прошла даром. Знаете, сегодня я выбрала такие вот 10 прописных истин. Как правило, я в своих видео даю от себя, тяну я, делаю видео со своими истинами, которые вот у меня были на моем жизненном пути. Я их вот собираю для вас и выдаю. И обычно я привожу свои примеры. Сегодня я решила собрать 10 прописных истин. Каждой истине всё-таки добавить свои примеры, своё рассуждение, своё видение, преподнести это вам так, как вижу я эти истины. Мудрые советы от зрелых к молодым. Поехали! Первая мудрость. Зрелость наступает не тогда, когда мы начинаем говорить о больших вещах, а именно тогда, когда мы начинаем ценить мелочи. И говорю, что жизнь складывается из мелочей. Так и есть. Потому что мы можем мыслить, говорить, казаться, пытаться казаться очень умными, но по сути делаем мы мало. И жизнь наша состоит действительно из мелочей. Сколько бы мы много не заработали, чего бы такого большого мы не купили, всегда это начинает казаться мелочью. Всё есть мелочи. И наша жизнь складывается из мелочей. Но, когда мы юные, молодые, безбашенные, мы не ценим мелочи. Большие или маленькие. И жизнь порой может казаться довольно бессмысленной. Это всего возраста. Когда мы становимся мудрее, умнее, или нам вдруг наконец-то кто-то открывает глаза. Мелочи нужно уметь ценить. Нужно в них видеть прелесть. Потому что жизнь может протечь просто впустую и даром. А вы так и не заметите, где оно было счастьем. Где оно было то глобальное и то большое. Потому что всё вокруг нас, это всё очень маленькое, всё очень мелкое. Всё происходящее, все события, они также на самом деле очень маленькие, очень мелкие. Потому что они происходят и они уходят. Они лишь остаются в нашей памяти. В общем, все эти мелочи нужно уметь замечать здесь, сегодня и сейчас. Вторая мудрость от зрелости к молодости. Не уделяйте глобального внимания словам, пока вы не увидите глаз. Давайте будем сразу приводить такой пример описанине. Сегодня есть интернет, который заполонил жизнь нашу. О, боги. И просто сегодня все живут в интернете. И сегодня настолько важно людям, что им пишут в комментах, что им пишут в соцсетях, где угодно, что о них пишут где-то на каких-то непонятных ресурсах, сайтах, форумах. Люди порой начинают даже заболевать психологически от того, что им кто-то что-то сказал, написал словом. Если вы встречаете человека, который к вам подходит и искренне в глаза глядя, говорит ту или иную какую-то там неприятность о вас, когда вам пишут за глаза, за спиной, это не имеет значения. Третья мудрость. Если вы встретили того, с кем вы можете себя вести так же свободно и чувствовать себя так же уверенно и свободно, как наедине с самим собой, цените его как воздух. Что тут прокомментируешь вообще без комментариев? Себя помню до 30, когда я могла не ценить людей очень-очень комфортных, скажем так, с которыми комфортно рядом находиться, с которыми ты чувствуешь свободу. А порой еще и начинаются состояния одиночества, когда такого человека рядом и вовсе нету. Если вы понимаете, что вам не нужно играть, если вы понимаете, что вам не нужно нести какую-то роль перед человеком, если вы есть такой, такая, какая есть перед человеком, который рядом с вами, это ваш воздух, дышите им и наслаждайтесь. Тыкая в кого-то пальцем, обратив внимание, что остальные три показывают на тебя. Четвертая мудрость. Прекрасная мудрость. И порой в силу возраста или в силу отсутствия ума мы можем осуждать тех или иных, или третьих, в собственном глазу бревна не замечая. Можно найти сорянку там, а здесь и не видим своих недостатков, своих каких-то косяков и проблем. И потому в первую очередь начни с себя, с самого. И посмотри, что в тебе-то там не так. А потом у тебя просто отпадет даже желание ковыряться в других и осуждать других. Потому что в других мы видим, в принципе, лишь себя, свои недостатки, свои косяки и свои проблемы. Очень полюбила эту мудрость. Мудрость номер пять. Куда бы ты ни стремился, всегда начни с того места, где ты есть. Тут такое очень двоякое понимание. Такая фраза синонима. Всегда хорошо там, где нас нет. То есть как бы нам не нравится то место, где мы находимся, и нам хочется куда-то там, допустим, переехать или где-то в другом месте жить, но стоит начать с того места, где ты на самом деле есть, где ты сегодня и сейчас. Либо полюбить его, вот говорят, да, человек, приезжая в Москву, понимает, что на него что-то давит и вообще ему там некомфортно. Я себя вспоминаю в юности, когда я туда приехала. Я начала дружить с городом. Я начала поднимать глаза наверх, рассматривать фасады зданий, крыши, трубы. Я поняла, какая красивая архитектура в Москве и какое красивое небо. Москва меня приняла. Там было настолько комфортно, я никогда там не чувствовала какого-то давления. Как люди говорят, что там какие-то недобрые люди. Не было такого. Мне всегда все вокруг помогали, потому что я начала с того места, где я оказалась. Я стала его принимать, я стала его воспринимать, я стала его изучать. Я стала с ним дружить, с этим местом. А это место улыбнулось в ответ мне. И вторая сторона, с какой можно рассмотреть эту фразу. То есть начинать прямо сейчас. Фраза получается и об этом тоже. Много людей ломается именно в тот момент, когда они были совсем-совсем близки к успеху. Но они упали духом. Чего не достигнем, мне все мало. Мне потом начинает становиться как-то опять вот все обыденным, что ли. Мне нужно делать что-то новое. Мне нужно куда-то опять идти и чего-то такого достигать, какого-то такого пика. И получить это удовлетворение, да. То есть самореализацию получить. А потом я успокаиваюсь на какой-то момент, но я не остановлюсь и иду дальше. В общем, я хочу сказать, что я также до 30 лет была очень глупа. И я упустила невероятно огромное количество шансов, которые мне просто вот так вот были преподнесены на тарелочке. Силу своей юности, незрелости. И я не жалею, кстати, об этом, потому что после 30 я с удовольствием, окрепнув, скажем так, встав на ноги, да, как личность, я с удовольствием получаю успешные результаты той или иной деятельности. Мне это нравится сейчас и всему свое время, я хочу сказать. Но некоторые и после 30, то есть достигнув зрелости, к сожалению, сдаются, не достигнув успеха. Потому что ждет-ждет человек, вот он что-то делает-делает, а как-то вот не получает, да, результата, не получает денег, не получает одобрения, там, я не знаю, зрителя, читателя. Здесь можно много разных примеров привести. Но всегда вот такое вот затишье, оно наступает почему-то именно перед бурей. Вот просто проверено. Я поняла, что когда вот наступает вот это ощущение, что как-то вот пустовато, что-то вроде делаю. Я не имею в виду моменты, когда мы пассивны, когда мы ничего не делаем, да, но когда мы стремимся к чему-то, и когда наступает вот это затишье, и мы не получаем вот этот кайф, будьте уверены, что вот скоро он наступит. Вот просто надо еще поднадавить, знаете ли, как бы вот на газ. Все хотят изменить мир, но редко кто хочет изменить себя. Проще простого рассусоливать, осуждать, обсуждать и жаловаться, сетовать на правительство, на какие-то там, я не знаю, сообщества, которые правят нами. Но начни с себя. Я всегда об этом говорю. Зачем думать о глобальном, когда тут есть вот голова, плечи, руки, ноги, там то, что внутри наши мозгушки маленькие, да, душонки, сердечки. И, в общем-то, есть с чем поработать-то. Но почему-то мы об этом как-то вот подзабываем. Нам интереснее, нам проще работать над теми, кто там где-то на отдалении, да, и осуждать их, какие они плохие, и какой вообще плохой наш мир. Хотя можно взять и вот здесь вот все вот подправить, исправить, и внутри, там, вокруг себя, да, огородик, садочек, подъездик. И будет, знаете ли, лучше. Мир-то лучше станет. Вот что. А если еще и каждый подключится, и все мы вот так вот разом начнем вот с этими вот ноженьками, рученьками-то работать, да, двигать, да, что-то там маленько соображать, тогда, знаете ли, мир, он был бы вообще... Но нет. Но все-таки мудрость, она есть, поэтому стоит прослушаться, и стоит начать действовать. Потрясающая мудрость номер восемь. В жизни нет большего удовольствия, чем преодоление трудностей на пути к успеху. Это кайф. Опять же, в силу юности я как раз-таки вот опасалась вот этого процесса. Как-то было чего-то где-то некомфортно, чего-то как-то стыдно вроде, неудобно, лень, не выспалась, лучше поспать. Зачем я поеду на этот кастинг, зачем я поеду на тот, и у меня ведь вчера был показ. Вот недооценивала, потому что казалось, что времени грамадье. После 30 встал на ноги, понимая, что как бы за 30 надо двигаться. И понимаешь, а какой это кайф, это движение на пути к успеху. Мудрость номер девять. Чтобы летать с орлами, не паситесь с индюками. Мне кажется, это вообще слово паситесь, оно такое современное, но на самом деле тут имеется в виду самое настоящее пастбище. То есть, либо ты летаешь с орлами, либо ты вот где-то там в поле, в траве, с кабанами, с индюками и так далее. Смотрите, вот, наверное, каждый из нас думает, что я орёл. Вот в любом случае. Но ведь я ведь не буду вот с этим или с тем там. Фу, да я там даже вообще рядом не присяду на лавочке посидеть, потому что они там, ну вот ни о чём, а я хожу на работу, хожу в офис, хожу в школу, хожу в институт, вокруг меня люди образованные. Я же не сижу где-нибудь там под мостом, да, извините, в коробке. Но, тем не менее, есть некоторые из нас, кто думает, что вот они как бы летают с орлами, а пасутся-то всё равно с индюками, потому что, ну вот, нутро, нутро не даёт быть орлом, потому что вот индюк внутри. Я имею в виду сейчас очень популярным стало общение, опять же, в том же самом пресловутом интернете, где-нибудь там на каких-то вот этих пастбищах, где людишки, вот такие вот, как индюки, которые, да, они любят прийти и слить туда вот это всё, что у них накипело в течение дня, там вроде они с орлами-то летали, а нутро-то не даёт покоя, надо вот прийти и вот там вот пообщаться с теми же самыми индюками. Но жизнь, к счастью или к чему-то сожалению, устроена так, что как не играй, как ты там не строй из себя орла, если ты где-то там за спиной, за глазами действуешь, как индюк и ты с индюками, то орлом ты ну просто не будешь априори. Вот не будешь. Тут вот самого себя главное не обманывать, главное понимать, кому ты там вообще пытаешься заслать в глаза. Орлам будет всегда видно и понятно по вашему полёту, кто вы есть. Наконец, моя любимая мудрость, номер 10. Единственный человек, с которым ты можешь себя сравнивать, это ты в прошлом. Единственный человек, лучше которого ты должен стать, это ты сейчас. Когда мы берём пример с кого-то, это хорошо, это нас мотивирует. Но соперничать с кем-то, быть лучше или сравнивать себя с кем-то, это дело неблагодарное, потому что у каждого свой путь, у каждого свой характер, свой темперамент, своя внешность. Все очень разные. И вот прямо-таки соперничать с кем-то или сравнивать себя с кем-то, это не принесёт положительных результатов. Нужно всегда работать с самим собой, действительно сравнивать себя с прошлым, свои ошибки замечать и свой прогресс сопоставлять. Та-дам! Вот такая я была сегодня мудрая для вас. Надеюсь, я немного добавила газу в вашу жизнь, и сегодня мы всё встанем и пойдём делать себя и наш мир чуточку лучше. Ну и также напоминаю анонс на следующее видео. Следующее видео филлеры, ботекс или пластическая операция 60+, что я подарила маме. Пишите мне внизу комментарии, жду ваших отзывов, жду пожелания на новые видео. Всегда рада снимать для вас то, что вам приятно от меня слышать. И до скорых встреч, увидимся, пока!